Я сильно волнуюсь, когда мне нужно знакомиться с новыми людьми. Я испытываю дискомфорт и просто сбегаю от них. Это какая-то психологическая проблема? Или я просто не вписываюсь в общество? Что мне делать? Итак, вы сильно беспокоитесь при встрече и взаимодействии с новыми людьми. Вам знакомо слово «йога»? Когда я говорю «йога», вы сразу представляете себя скрученными в узел. Нет. Слово «йога» означает «единство». В вашем восприятии жизни есть вы, есть остальной мир. То есть вы на самом деле противопоставляете себя Вселенной. В соревновании, где вы против Вселенной, лучше не участвовать. Да? Есть ли у вас шанс на выигрыш? Если вы вступаете в соревнования со Вселенной, есть ли у вас шанс в нем победить? Нет. Не соревнуйтесь со Вселенной. Мы нашли путь, который называется «йога». Йога означает «единство». Это означает, что вы сознательно стираете границы своей индивидуальности. И больше не существует отдельно в вас и Вселенной. Все ощущается как единое целое. Вам стоит заняться йогой, иначе ваш ум будет искажен всевозможными идеями, эмоциями и мнениями. Если вы немного раскроете свой ум, если вы сотрете границы своей индивидуальности, все будет очень легко. Потому что, сидя здесь, вы будете видеть этого человека как часть себя. Вы не будете думать никакой чепухи об окружающих, будь то мужчина, женщина, ребенок или животное. У вас не будет проблем. Будет абсолютное взаимодействие со всем, потому что вы стерли свои границы. Если вы обозначили свои границы – «Это я, это я», то с остальными у вас всегда будут проблемы. Если это мужчина, будет один вид проблем. Если женщина – другой вид проблем. Животное – еще один вид проблем. Позвольте рассказать вам. Это может прозвучать… Недавно меня спросили, «Как узнать, находится ли человек в полном спокойствии?» Я сказал, «Мы можем провести для него тест с коброй». Это значит… С самого детства я ходил в джунгли, в западных катах. В дикой природе многие животные, особенно ядовитые, воспринимают жизнь через химические сигналы. Они смотрят на вашу химию. Если вы хоть немного проявите беспокойство, они вас атакуют. Иначе – нет. Так что, если вы сможете просто взять кобру, не схватить ее сзади за голову, а просто поднять. И кобра не проявит беспокойства. Значит, вы спокойны и расслаблены. Если кобра нападет на вас, значит, вы неспокойны. Это тест с коброй. Я провожу этот тест для некоторых людей, просто чтобы проверить, действительно ли они расслаблены. Я могу в любое время подойти и взять кобру. Она просто идет ко мне. Это живые кобры? Конечно. Она спрашивает, живые ли кобры. Когда я оставался в джунглях сам по себе, без всякой помощи, единственное снаряжение, которое у меня было, это наручные часы. Никакого телефона, фонарика, ничего. Я жил в джунглях один. Сам добывал еду. Люди всегда удивлялись, как он выживает там неделями. Я ел много меда. В джунглях живут дикие медоносные пчелы. Они всегда строят улей на ветвях, до которых медведь и сможет добраться. В западных Гатах много медведей-губачей. Они могут залезть на дерево и выпить весь мед. Поэтому пчелы строят улей на тех ветках, которые не могут выдержать вес медведя. Так что я медленно подбирался к улью. Я всегда брал с собой запасной топливный шланг для мотоцикла. Это тонкий пластиковый шланг длиной 40-50 сантиметров. С его помощью я выпивал из улья пол-литра или литр меда. Этого хватало на целый день. Пчелы думали, что я просто еще одна большая пчела. Если вы проявите даже немного беспокойства, они вас ужалят. Если 80 пчел ужалят вас в лицо, вы умрете от удушья. Если хоть одна ужалит вас в ротовую полость, вы умрете. Но я все время пил их мед и остался жив. Они ни разу меня не ужалили, потому что пчелы смотрят на вашу химию. Пришло время поработать, чтобы расслабиться не просто по отношению к другим людям, а по отношению к жизни. Жизнь, которой вы являетесь, должна быть расслабленной. Если вы в напряжении, вы никогда не осознаете свой собственный потенциал. И самое главное, каждый человек в чем-то гениален. Но 99% людей живут и умирают, так и не раскрыв свою гениальность. Чтобы ваша гениальность, ваш настоящий потенциал смогли раскрыться, ваша жизнь должна быть расслабленной. Существует целая наука и технология под названием йога. Это не только наклоны и скручивания. Это наука о том, как обращаться со своим телом, своей химией и энергиями, как справляться с колебаниями своей психики. Если вы разовьете все это до определенного уровня, вы будете расслаблены. Когда вы расслаблены, неважно, кто перед вами — человек, животное или дьявол. Кто бы ни появился, вы расслаблены. Самое важное, чтобы вы оставались расслабленными. Иначе вы не испытаете жизнь такой, какая она есть. Беспокойство все искажает.